Здравствуйте! Тут вот я хочу с вами порассуждать сейчас о космических перелётах. Дело в том, что для настоящего космического полёта, куда-нибудь такую вдаль светлую, да, да чтоб с приличной скоростью, нужна очень большая скорость истечения рабочего тела из реактивного двигателя. Ну, это ещё называют там как-то импульсом, ну, я вам попростец скажу, скорость истечения, всё. Вот это всё объясняет. Есть такая замечательная формула Циолковского, что вот скорость корабля ракетного, вот она будет вот такой, вот его конечная скорость. Скорость истечения, истечения газов из сопла двигателя умножить на логарифм натуралис отношения двух масс. Масса конечная и масса начальная. этого дела, да, вот она конечная масса, а вот она начальная масса, а вот наконечная масса, да. Ну, вот так вот это всё получается. То есть, если вы хотите хорошенько разогнаться, то из этой формулы вы поймёте, что начальная масса должна равняться Е в степени, ой, господи, Е в степени, Е в степени, Е в степени, В делить на скорость истечения, то есть во сколько раз быстрее вы хотите лететь в итоге, чем те, та скорость истечения из дюз, реактивных двигателей, сопла, да. Так, я возвёл степень, возвёл степень, да. Вот, возвёл степень, и ещё умножить теперь на массу корабля, который хотим доставить. Вот во столько раз это будет больше. Вот представьте себе, что у нас вот когда корабль запускается, порядка 10 тонн массы, да. Насколько я помню, с Луны возвращалось порядка 5 тонн, да. Там совершенно сумасшедшая масса была, стартовавшая с Земли, ну, а там, в общем-то так. Сейчас мы попробуем разобраться во всём этом деле с точки зрения физики. Вот вы видите, как физики делают такого рода расчёты на коленке, что называется, пользуясь минимумом информации, да. Так, у нас есть топливо на выбор. Два топлива. Одно топливо – это горение водорода. H2 плюс половинка O2 равняется H2O. А другое топливо – горение керосина. В керосине там, значит, понимаете, как керосин, такие цепочки из углеводородов. CH, да, много-много раз, вот так вот, CH, H. Много-много-много раз, да. Ну и на конце ещё по H-нке висит, да, вот так, вот это. В принципе говоря, вот он, да. И при его горении, в принципе, образуется вот что. CH2 плюс O2 и получается CO2 плюс H2O. Тут надо уже нам сколько? Полторы молекулы, три вторых молекулы кислорода, да, на это дело. То есть вот на один объём CH2. Ну, короче говоря, ладно, вот оно, такое соотношение, да. Всё нормально, всё нормально. Сейчас мы с этим делом разберёмся. У меня есть такая вот позиция, я её своровал, скажем так, из справочника – теплотворная способность. Вот она, теплотворная способность водорода. Давайте Q, например, QH2, вот этого топлива. Она вот какая, 141 мега-джоуль на 10 в шестой, да. Вот он, джоуль на килограмм, джоуль на килограмм. И если вы хотите перевести это дело, так сказать, в граммы, это будет как 141 на 10 в какой? В третий джоули на грамм. А, кстати говоря, 1 моль водорода – это сколько граммов? Не помните? А я помню, 2 грамма. То есть это получается 282 тысячи джоулей на 1 моль водорода. Это вот на 1 моль водорода. Вот это вот такое вот. Вот это вот оно получается. Ну, давайте пока сначала с этим топливом разберёмся. Это такое крутое, классическое, замечательное. Что с ним будет? Ну, во-первых, тут важен такой момент. Для чего оно греется? Помните, такая есть штуковина у нас, называется внутренняя энергия. R умножить на T. R умножить на T. Тут у нас продукты сгорания H2O. Трёхатомная молекула, да. На каждую степень свободы приходится 3 вторых, да. 3 вторых, да, никуда не денешься. Значит, сколько там у нас степеней свободы-то получается? Ам-блям-блям-блям-блям. Три степени, да ещё две степени, да ещё одна степень, да. Три, что ли, получается, да. Вот она, это, 3RKT. Ну, давайте так напишем. Да, 3 вторых. Пол КТ на каждую степень свободы. А степени свободы у нас тут сколько? У трёхатомной молекулы. У одноатомной 3. У двухатомной плюс 2, 5. И у этого ещё, значит, одна степень свободы. Да, три степени свободы. Вот это вот должно равняться. Это для одного моля. Чему там должно равняться-то? 2,82 на 10 третьих. 2,82 на 10 третьих джоуля. Вот это вот величина 8,31. Так, ну вот сейчас мы найдём температуру горения водорода. Температура сгоряет. Максимум, что можно получить? Максимум. Мы исходим из максимума. Сейчас у нас будет максимальная скорость истечения. Так, 282 тысячи. Делю я, значит, на 3. И делю я, значит, на 8,31. И с удивлением получаю сумасшедшую совершенно температуру. Нереальную. 11,311 кельвинов. Понятное дело, что этой энергии достаточно, чтобы... Такую температуру, чтобы испарить двигатель. Понятное дело, будет меньше. Естественно. Но это мы, так сказать, предел считаем. Вот. Он не выдержит больше, скажем, 4,5 тысяч кельвинов. Реально. Иначе всё испарится. Ну, давайте сейчас пока дуриком посчитаем, что это будет у нас. Значит, всё это пойдёт на кинетическую энергию. Вот этого моля. Вот она масса. Вот она квадрат скорости. Начальная скорость, да? Скорость истечения. Пополам. Она вот и должна равняться вот этой вот величине. 282 на 10 в третьей степени. Забыл тут написать. Джоуля. Во! Такая вот штуковина. Масса одного моля водорода. 2 грамма. 2 на 10 минус 3 килограмма. Так. В истечения. Корень квадратный. Что у нас под корнем? 282 на 10 в третьей. Да ещё умножить на 2. Да ещё разлить на 2 на 10 в минус 3. Эта двоечка сократится. А когда я буду извлекать, то значит из миллиона извлекаю. Тысяча. 10 в третий. Так. Из 282. Но у меня есть корень. Извлекатель корней чего я думаю в умеет. Так. Это будет 16,8. Так. 16,8 на 10 в третий метров в секунду. О как. 16,8 километров в секунду. Это такая теоретически возможная предельная скорость истечения. Да. Вот она для него. Для водорода. Так. Ну а давайте так реально возьмём. Какая температура-то? Вот давай 4,5 тысячи кельвинов. Давай. Давай 4,5 тысячи кельвинов. Что с тобой поделаешь? 4,5 тысячи кельвинов. 3 на 8,31 на 4,5 тысячи. Это вот эта наша вся энергия, что есть. Умножаю на 2, делю на мю на 2 на 10 минус 3. И корень потащил извлекатель. Это вот всё, что отсюда можно извлечь. Всё, что можно отсюда извлечь. Да. 4,5 тысячи. Тут ещё 10,3. Так. Корень-то его извлёк. Я 10,3 уже будет. Это вот это и вот это. Так. А тут что у меня? Да. А, что у меня калькулятор есть. 3 умножить на 8,31 умножить на 4,5 и извлёк корень. Около десятки. Вот. Порядка 10,6. Вот это вот метров в секунду. То есть 10,6 км в секунду. Это тот предел, который реально, скажем так, на водородном топливе получить. То есть смесь топлива-водород и окислитель-кислород. Вот это всё, что максимум можно получить. Ну-ка. А если мы хотим разогнаться, скажем, до 70 км в секунду. А у нас 10 км в секунду из скорости стечения. Вот. До 70. Вот мы до 70 хотим разогнаться. А у нас 10. Да. И вот он тут вот торчит наш замечательный логарифм. М0 на МК. Начальное на конечное. Чему же там будет равняться тогда у нас М0? Во сколько раз он больше будет, чем МК? Е в степени 7. Вот она. Это начальное, да? Умножить на конечное. Е в степени 7. Ну-ка, Е в седьмой степени сколько будет у нас? Е это 2,7 полимерно. Так. Shift. Нет, рано нажал. 7, Shift, Е в степени Х. О-о-о-ой. 1096. 1096 на конечную массу. Вот представьте себе, полетели мы в космос. Сейчас вывели туда 10 тысяч тонн груза. Это мы только вылетели. 10 тысяч тонн груза вывели. И значит у нас хотим мы ускорить 10 тонн. 10 тонн хотим ускорить. Ну вот ускорим. И причем это мы не считаем конструкцию, всю эту двигатель, который у нас не сгорит, он в топливо не превратится. Жуть, правда? Так, ладно. Давайте теперь за керосинчик возьмемся. А потом я вам открою тайну, как это все на самом деле можно сделать. Как полетать по космосу с удовольствием, так сказать, в настроении, чтобы полетать. Так, ну что, значит, керосин. Так, керосин. Керосин. Продукты его сгорания. Это смесь CO2 плюс H2O. Значит, средний молекулярный вес. Сейчас мы посчитаем на одну молекулу. Тут сколько у нас? 16 плюс 12. Много ли это будет? Это будет 28. Плюс H2O. О, это будет 18. Так, а я чего тут брал двойку-то? Не в курсе? Это я просто нагревал водород по-дурацки. Извиняюсь, еще надо поделить. Все, я вас обнадежил и совсем напрасно. Так, вот сюда надо еще. Это что у меня тут такое? Это двойка зачеркнута. У меня же там H2O на выходе. Это в 9 раз тяжелее. То есть это придется на 3 поделить. Все, нормальная скорость истечения получается. 5 с лишним. 5,6 километра, да? Так, все, все, все. Это будет 5,6 километра. Всего-навсего. Да, 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 да. 5 целых больше не получим. То есть вот этот вот расчет у нас в пустую. А вот сейчас мы посчитаем, как у нас тут на счет полетать. Всего лишь 5,6. Боже мой. Боже мой. Где тут вот не та формула? Вот она. 5,6. 5,6. Где у меня тут? 70 делить на 5,6. Вот тут не 10, а 5,6. Так, поправились. Вот так всегда ошибается. 70 делить на 5,6. Это, по-моему, будет 12,5, да? Значит, Shift, E в степени X. Я что-то убит прям. Получилось тут E в степени 12,5. Это радикально меняет. Ну, я вообще в шоке. 12,5. Ой. 268 тысяч. Это нереально. То есть если вы захотели 268 тысяч. Ну, там еще какие-то цифры. 337 на конечную массу. То есть если вы собрались 10 тысяч тонн отправить куда-нибудь на Марс. 10 тонн. Как 10 тонн? Вам надо на орбиту вывести 2 миллиона 680. Это на водородном топливе. Да, но чтобы лететь с комфортом 70 километров в секунду. Если, конечно, полетите помедленнее. То есть, скажем, не 70 километров, а 30 километров. Само собой, это будет у вас лучшее соотношение. Так. 625, Shift, E в степени X. Ну, тогда всего в 518 раз. Но это 30 километров в секунду. Это, вы знаете, это скорость движения Земли примерно по орбите. То есть вы таким образом можете, в принципе говоря, ну, если к центральным планетам лететь, туда, к Венере, вам придется компенсировать таким образом, вот только скорость движения Земли вы скомпенсируете. Да, страшное дело. Ладно, давайте теперь за керосин возьмемся. Дело пахнет керосином. Итак. Так. И поделить пополам. Это будет средний молекулярный вес. Сколько он получается-то у нас? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. 23, да? 23. 23 грамма на моль. 23 грамма на моль. Так. Как мы уже сказали, 1 моль керосина дает нам энергию. Какую там он энергию нам дает-то? 1 грамм керосина. А, это мы не сказали еще. Ну, вот сейчас мы вам и скажем тогда, сколько энергии дает 1 грамм керосина. Я ведь это где-то... Где-то я это записал. Ага, вот оно. 1 грамм керосинчик-то. 40,8 мега джоуля на килограмм. Если на грамм, это получается 40,8 на 10 в 3 джоуля на килограмм. Если мы теперь будем сжигать керосин. А керосин-то 1 моль сколько весит? Он весит, сейчас скажу, CH2. 14. Это будет 14 раз больше. 14 на 40,8 на 10 в 3 джоули на моль. Вот это вот смески, да? Ну, на пару молей, которые тут получатся. Не важно. Вот они. На пару молей, которые тут у нас получатся. Так. 14 умножить на 40,8. Получаем 571,2 на 10 в 3 джоули на моль. Ну что, давайте считать скорость истечения. Куда же нам деваться-то? Вот эта внутренняя энергия, вся она пошла на ускорение. Значит, средний моль на скорость истечения в квадрате пополам. Это должно равняться 571,2 на 10 в 3 джоули на моль. А тут тоже вот граммы на моль. Так, что мы имеем тогда? Скорость истечения мы будем сейчас иметь. В истечения, корень квадратный. Что там? 2 умножить на 5, 71 и 2 на 10 в 3. Так, и у нас наш этот, сколько же я насчитал? 14. 14 на 10 в минус 3. Сейчас посчитаем. Вот она, 10 в 3 тут уже выскочили. Километры. Так, а тут мы сейчас считаем. Опа, что такое? Нет, работает. 571,2 делить на 7. И корень квадратный. И корень квадратный. Девятка. 9. 9 километров в секунду. 9 км в секунду. Это вот то, что в принципе, теоретически, может нам обеспечить керосин. Кстати говоря, по поводу температуры. Как он выдержит у нас двигатель, температуру или не выдержит. Так, сколько там? 3RT. Должно равняться... О! 571,2 на 10 в 3. Делим. Вот он, Т, чему равняется. 571,2 на 10 в 3. Делить на 3. На 3. И вот она, R. На 3. И еще тут 8,31. Так, ну что, сейчас разделим, подытожим, перемножим, сколько их больше. Ой, много. 571,2. Делить на 3. На 3. И делить на 8,31. Батарейка совсем уже села. Да! Блин, компот. Нехило. Почти 23 тысячи. 22 тысячи девятьсот девенадцать кельюнов. Да, все взлетит. В пар превратится. Далеко не улетим. Ну, нам придется опять ограничиться четырьмя с половиной тысячами кельвинов. Да, что там получается. Ну, давайте честно посчитаем. Так. 3RT. 3. 8,31. Так, Т четыре с половиной тысячи. Четыре и пять на десять третий. Так. Должно равняться мю в квадрат пополам. Это что будет такое мю? Мю это тоже у меня средняя скорость этих самых. Средняя, средняя масса-то. Сколько у меня там получилось к этому мю? Так, так, так. А я тут на что делил? А истекали мы до 23. Тут надо было делить. А что же я так всегда путаю-то? Тут не на 14, а на 23 мы делим-то. Ну, давай пересчитаем. Может, чуть пореалистичнее будет. 2 умножить на 571,2. Так. Делить на 23. И корень квадратный. Нет. 7 километров в секунду. О, 7. 7 километров в секунду. Это предельная скорость истечения для керосина. Это если все каким-то чудом в энергию приводит. Ну, вы сейчас придумаете. Магнитным полем будем удержать. Держи, держи магнитным полем. Держи. Держи крепче только. Так. Сколько там? 23. Так. Это будет равняться 23 на 10 минус 3. И пополам. И вот тут В квадратный. Значит, В. Корень квадратный. Что там? 2 на 3 на 8, 31. На 4,5 на 23. Ну, и тут смело уже сразу корень извлечем. Вот он, 10 третий. Так. Ну, что там получается? Значит, 6 умножить на 8, 31. Умножить на 4,5. Так. И делить на 23. Это получается... Ну, тоже невозможная величина получается. 9755 кельвинов. Тоже невозможно. А, это метр в секунду. Это кого считали-то мы? Метр в секунду считали. А, да-да-да-да-да-да. Метр в секунду. Ну, нормально. То есть, керосин нам уже работает. Его можно гонять до самого... До самого, что ни на есть, самого. Сколько тут я кельвинов насчитал? 9000 или 20... А, 22000 там кельвинов. Ну, нет, 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 нет. Даже если бы... Да, вот у нас... Вот до 9 километров-то мы можем разогнаться. А там сколько мы насчитали? 7 километров. Это как же так-то у нас вышел-то? И куда? Куды же энергию-то дели? А? Спрашивается. 3. Ну-ка, 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 ну-ка. 571 на 10 третий. Да, это 3 РТ. Так. Делили на 3, делили на вот это. 5,71 делили. Так, так-так-так-так-так-так. 24, 20... 20 тысяч получилось. А что тут? Почему-то вот у нас всё тип-топ. Взяли меньше. А энергия у нас тут... 23 на 10 минус 3 пополам. А что это у нас такая большая скорость? С течения-то вышло. Так. Тут у нас 571 на 10 третий. А тут сколько энергии набралось у нас? Тут-то энергии меньше у нас, правда? 24 на 4,5. Где-то 10 четвёртый. 10 четвёртый. А тут вон оно. 10 шестой. Откуда такая? Откуда такая у нас взялась-то? Взялась-то такая. Откуда у нас? Ух ты. Ух ты, какой он. Да, порядка 7 тут будет. А почему тут так много оказалось? Хотя мы температуру-то привернули немножко. Так, это сколько же выходит-то у нас? 12 на 8. Ну, это меньше должно быть. 12 на 8-то. Где она тут у нас? Там было 571. А 12... Нет, ну тут меньше её. Чё, где мы тут наврали-то? 8 было. О, как на коленке считать плохо. Да, так на салфетчике считали. Так. 112. Тут, да, тут, кстати, меньше. 112. Ты получила 112 тысячи вот это вот. 112 на 10 третий. Так, и вот эти мы 112. Ну, это неправильно поделил я. 112 на 10 третий. Умножил я на 2. Разделил на 23. И извёк корень квадратный. А, нет, нет, нет. Всё, 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 всё. Неправильно извёк корень. Я и корень не извёк. 3000 метров. 3,123 метра в секунду. Вот это, кстати говоря, очень похоже на те реальные скорости истечения, которые дают водородные двигатели керосиновые. То есть у них ограничение идёт от температуры, да? Водородные, как мы с топлива водород, от температуры. Вот она. 5 и 6. Ну, там, да, побольше водородного, у этого, значит, поменьше. Ну, это всё, что можно получить от них. Как видите, далеко не улетишь. На таких двигателях скорость всё равно будет вот там. Огромное количество раз надо увеличивать массу туда забрасываю. Ну, как быть? Значит, выход есть. И выход называется электрореактивные двигатели. Вообще-то понятие такое очень обширное. Самый простой мыслимый электрореактивный двигатель, если есть у вас где-то источник энергии, типа, значит, что атомный реактор на борту корабля, сейчас это вот уже стало модно обсуждать, вопрос атомного реактора, или там, значит, батареи солнечных элементов. Тогда вы с помощью, я не знаю, дуги вольтовой нагреваете рабочее тело, и это рабочее тело извергается из сопла двигателя. В принципе, это то же самое ограничение по температуре, по температурной стойкости конструкции двигателя. Значит, я тут говорил про 4,5 тысячи, да, кельвинов? Ну, да, на Солнышке температура 6 тысяч кельвинов, и там всё газообразно. Ну, что вы хотите от меня? Говорят, какие-то керамики выдерживают там около 4 тысяч кельвинов. Ну, не более того. Так, значит, теперь к ионным двигателям обращаемся. Сначала начнём говорить за здравие. Сначала за здравие, а потом за упокой. Ионные двигатели уже стали в космосе использоваться, наверное, в середине 60-х годов. Первым, по-моему, таком был эксперимент с спутником метеорологическим. Это Метеор он назывался. И на нём стоял вот такой вот ионный двигатель. Как он был конкретно устроен, я вам чуть позже скажу. Ну, вот, значит, самое простое мыслимое устройство ионного двигателя. Значит, вот у вас есть некая камера, да, где вы будете устраивать. Вот сюда вы подаёте плюс, да, плюс подаёте. И вот на ней плюс у вас. Вот на ней у вас плюс. Плюс на ней. Сюда, значит, впрыскивается рабочее тело. Давайте сразу поговорим про рабочее тело. Рабочее тело – это нечто такое, что хорошо ионизируется. Есть у нас хорошо ионизируемые, значит, металлы. Металлы, например, хорошо ионизируются. Натрий, вот эти цезий. Но они не очень, так сказать, хороши в смысле взаимодействия с другими конструкционными материалами. Ну, не очень хороши они, скажем так. И вообще тяжело. Но он твёрдый всё-таки. Не надо где-то пары получать, вот туда впрыскивать. Топоры уже надо. И поэтому мыслится какой-нибудь газ. Вот из всех газов, если отобрать, очень хорошо подходит благородный газ ксенона. Он, правда, дорог. Он по две с лишним тысячи долларов за килограмм стоит. Потому что источником его что является? Вот так же, как и аргон, он добывается из атмосферы. Его примесь есть вот в атмосфере. Но она очень маленькая примесь ксенона, поэтому он и дорог. Вот когда на заводе перерабатывают, значит, атмосферный воздух, значит, ну, из него выделяют кислород жидкий, азот жидкий, ну, куда-то туда углекислый газ немножко. И там, значит, есть немножко аргона. Он используется, значит, для аргоновой сварки. Это когда вы варите дугой. И в это время это место обдувается инертным газом аргоном, чтобы не приходило, так сказать, окисление вот этого объекта, который вы варите. Ну вот, ну и ксенон совсем немного, он дорог. Если вы помните, был у меня в гостях физик, он рассказывал про эмиссионный детектор. Значит, там в жидком аргоне пролетела частичка. На ней, значит, она образовала по своему следу заряды. А в ксеноне они, значит, он же инертный газ. Он самодостаточный. У него полная наружная оболочка. Они к нему электроны не прилипают, заряды ничего. И вот, значит, вот эти вот заряды оттуда, значит, вытягиваются электрическим полем через вот этот же жидкий аргон. Нужно сказать, что жидкий аргон, он под большим давлением хранится даже при комнатной температуре. То есть, в принципе говоря, вот это очень хороший газ в качестве использования космического топлива. Более того, если пересчитать на... Нам ведь важна масса, которую мы будем извергать, да? Выплёвывать. Если пересчитать на одну единицу, так сказать, массы, ну, на один грамм, скажем, да, вещества, ионов вот этих, то у него очень даже такая приемлемая энергия, потенциал ионизации, которую нужно приложить. И это здорово, потому что, ну, это конкуренция способна даже с металлами щелочными. Вот. Ну вот. Ну, где-то так конкурирует он. И так, вот, значит, тут образовались эти самые иончики. Давайте иончики я каким-то другим цветом буду рисовать. Ну, скажем, красным цветом будут плюсики рисовать. Вот они, плюсики образовались, плюсики образовались, плюсики образовались, плюсики образовались. И вот тут, значит, сетка такая. Значит, вот это тоже у меня будет красный, это плюс. А вот сюда вдувает газ, криптон, да, криптон. Вот. Это вот сеточка тоже под плюсиком она, да. Ну, а дальше-то еще вылетает она из них, да, от этого плюсика оттал. Вот это все плюсик, плюсик. Вот из этой вот заряженной камеры они вылетают. Тут вот ионизацию каким-то образом организовали. То ли ультрафиолетом, то ли, значит, электрическим разрядом. А тут минус. Минусу положено быть синим. О, а тут вот минус. Вот он, минус прошел. О, вот они, сюда эти протончики полетели. Не протончики, а положительно заряженные ионы. Полетели, на головку сели. И сюда вот вылетели заряженные ионы. Их, а эта сетка-то отталкивает. Они ее пролетели, она их отталкивает, дальше толкает. А тут еще вот что. Тут же, когда их ионизировали, у нас же образовались еще электроны. И отрицательные, они, значит, сюда сели на плюс. Ну, понятно, дело, сюда. Это вот электрончики, минусики они. Они легонькие. Минусики маленькие. Вот. А вот тут как раз эмиссию электронов делают. Вот они отсюда летят электроны. И в итоге летит в целом электронетральная плазма. Она удаляется вдаль светлую. Ну, наверное, черным цветом. Вот эта вот электронетральная плазма. Тут и плюс, и минус, и все вместе. Полетело. Вот они ее выгнали. Значит, ну, этот вариант такой, как сказать, принципиальный, да? Принципиальная схема. Реально, конечно, все немножко сложнее. Эффект холова почему-то сюда приплели. А я вам так скажу. Вот напомню вам такую фразу. Движение заряда в скрещенных электрическом и магнитных полях. Хорошо? Вы, наверное, еще помните, что направление поля обозначает стрелочкой. Есть, наверное, вправо, влево, вверх, вниз. Либо вот это вот поле на нас направлено. Точка, видите? От нас крестик такой. Вот тут где-нибудь нарисую. Вот это вот от нас поле. А вот тут на нас направлена магнитная индукция, В. А вот туда вот, в эту сторону, направлено электрическое напряженность электрического поля. И вот что получается. Вот у вас, допустим, заряженная частичка. Так, ну, нехорошо, надо говорить про электрон, наверное, да? Ну, неважно. Пример такой. Вот она, заряженная частица. Она положительно заряжена, неважно. И вот что с ней будет делаться? Вот она начнёт вот так. Только я не сюда поле направил. Вот сюда направил. Давайте лучше я вот сюда. Можно и так, конечно. Давайте лучше вот сюда я направлю электрическое поле. Вот туда направлено электрическое поле. Мне так будет удобнее рисовать. И вот он начинает разгоняться-то. А его магнитное поле, Лоренцевой силы, вправо гонит. И когда он заворачивает и обратно катит. А тут всё-таки его остановило. И вот так вот начинает он. Что-то вроде циклоида получилось. Рулетта. Французы такую кривую называли. В средние века. Вот она, рулетта. Вот так вот он и полетел. Ну, чтобы вы понимаете, как странно ведёт себя частичка в воскрещенном электрическом магнитном поле. Теперь вот этот самый двигатель. Холловский его называют. У него примерно всё так же, как и в предыдущем, только иначе. Значит, у него есть магнитное поле. О, магнитное поле, вот оно тут. Направлено вот сюда. Вы знаете, если с той стороны смотреть, вот так вот. Вот он так, круг. И вот во все стороны сюда направлено магнитное поле. Это вот один поле, а это другое. Вот это магнитная индукция B, куда-то сюда направлено. B, куда-то сюда направлено. Вот. И вот в этом вот объёмчике, вот сюда вдувают тот самый ионизированный газ. Он тут ионизируется чем-то, там плазма появляется. И приложено электрическое поле, опять же, вот сюда, электрическое поле, E. Сюда полетят эти самые ионы. Они тяжело заряжены, положительные. И надо сказать, что, помните, сила Лоренца пропорциональна чему? Сила Лоренца, вот она, F Лоренца. Она пропорциональна заряду, пропорциональна скорости, да? А, соответственно, ускорение, ну, давай так назову, Лоренцево ускорение, A, acceleration, оно будет, соответственно, пропорционально, а тут значок пропорционально написано, делить на массу. Так вот это вот его центростремительное ускорение-то для иона совсем ничтожное. Ну, представляете, электрон легче протона в 1800 с чем-то раз, да? А криптон там где-то там этих, ну, клонов-то и ведре какая-то туча-то, ну, то есть он почти не поворачивается. То есть вот эти вот положительно заряженные частицы-то, они так тихо-мирно-то и полетят сюда. Вот туда они все полетят. Ну, а тут, понятное дело, сеточка положительная, потом сеточка отрицательная, они их помогают им разогнаться, и там, значит, к ним еще присовокупляют электроны. И в итоге все то же самое летит. Так вот, что происходит с этими самыми электронами, которые тут оторвались? Они будут двигаться вот по этим петлям, вот так вот двигаться по кругам, вот так вот. Ну, и в итоге будут садиться вот сюда на этот самый плюс, потому что это-то вот все плюсом заряжено. О, плюсом заряжено. Это сюда будет все садиться. Ну вот, вот так они будут лететь себе на раздутых парусах, а туда не вылетят. Все, вот так вот устроено. Вот, это вот так я вам красиво все рассказал. Теперь неприятные вещи. А неприятная вещь такая. А понимаете, в чем дело? Вот там у нас для реактивного двигателя была проблема температурной стойкости. И здесь у нас тоже есть свои электрические проблемы. Ток отсюда больше определенного нам не получить. Вот знаете, есть такое, значит, как у нас там получается-то. Расход массы в единицу времени, да? Давайте формулку напишу. Значит, дельта m на дельта t. Да? Дельта m на дельта t. Умножить, значит, на скорость, которую он получит. Скорость истечения. Вот это будет сила. Сила тяги, да? Килограммы, метры в секунду в квадрате. Это сила тяги. Собственно, f тяги. И она зависит напрямую от той массы, которую мы будем отсюда высвечивать. Ну, скорость, само собой, и вот эта масса. Ну, скорость-то, да, хороша, конечно. Там можно десятки километров в секунду достигаться. Да, это все здорово. А, 70 километров. И лети, птица, лети. Но тут деталь маленькая. С каждого квадратного сантиметра можно получить примерно миллиньютон. То есть тысячную долю ньютона. Ньютон, если так вот в нашу систему единицы, это одна десятая килограмма силы. Знаете, килограмм силы, да? Вот тело массы килограмм к земле тянет с силой 10 ньютонов, примерно. Ну, 9,81 ньютон. Вот. 9,81 ньютон тянет к силе. Ну, вот представьте, вы сделали двигатель площадью 10 на 10 сантиметров. Один квадратный дециметр. Это 100. Ну, да, это 100. А у нас миллиньютон. Да, миллиньютон. Но получили вы там не одну тысячную, а одну десятую ньютона. Да, 10 граммов. То есть каждого квадратного дециметра 10 граммов. Да? Вот представьте, вы сделали двигатель величиной квадратный метр. Это значит 10 на 10 100 квадратных дециметров. Да? Значит, 10 килограмм будет сила тяги. Всего-навсего. А у вас, скажем, 10-тонный объект. А у него, значит, 10 килограмм. Одна тысячная же будет за ускорение. Одна тысячная же. Но не так уж и плохо, скажем, до километра вы дойдёте. Вот одна тысячная же. Это значит 10 в минус 2 метра в секунду за секунду. Да? За 100 секунд это будет 10 метров в секунду. За тысячу секунд 100 метров... За 10... Что я сказал-то? За 100 секунд. За тысячу секунд, значит, 10 метров в секунду. За тысячу секунд 10 метров в секунду. А за миллион секунд 10 километров в секунду. Да, медленно будет очень сильно, шибко-медленно будет разгоняться он. Но это как-то не всех радует, не всех веселит. Ну и потом двигатели этого с апертурой в один квадратный метр. Но это как-то тоже очень много. Нужно что-то другое делать. И вот что-то другое придумано уже. Слава богу. Но она придумать-то придумана, но реализовать не реализовано. Это называется плазменный двигатель. Ну чисто плазменный. Вот у нас есть такие замечательные люди, которые занимаются исследованием в области управляемого термоядерного синтеза. УТС. Управляемый термоядерный синтез. И вот этот замечательный управляемый термоядерный синтез, он, значит, весь основан на удержании плазмы. С плазмами долгое время были проблемы. Плазма неустойчивая. Она всё вырывается куда-то. Да вот её сдавливают магнитным полем. Она найдёт человека и вырвалась. И вырвалась эта самая плазма. Что-то делать надо с этим делом. Ну, они там придумали, придумали-то камак. А тут вот проще всё. Не будем удерживать её. Пускай вырывается. Нам же это и нужно. А плазму будем удерживать магнитным полем. Она будет очень горячая, но не будет касаться стены. Та же самая ситуация, что в Токамаке. В принципе, один в один. В Токамаке очень горячая плазма, не касающаяся стен, который там долго, стенок этой самой камеры, который там нужно долго удерживать магнитным полем. Из плазмы идёт энергия лучистая. Оттуда вылетают, значит, нейтроны, если там синтез идёт. У нас тут синтез не обязательно. Нам даже плазму садать и выплюнуть её, да? Ну, летят, правда, ионы оттуда. Покидают тоже её. Просачиваются через силовые линии магнитного поля. Тоже бомбят эту стенку. Но надеются лет через 30. Ну, это всегда надеются лет через 20, на самом деле. Сейчас, видите, я уже чисто скептик через 30. Но это уже надеются с 50-х годов. 70 лет уже всё надеются. Что лет через 20, наконец, проблемы решатся. Ну, в общем-то говоря, если они за 20 лет не решаются, то они, скорее всего, на данном уровне науки и решены никогда не будут. Но это ладно. Так вот, значит, смотрите, что предлагается. А предлагается очень простая вещь. Вот вам. Вот это я вам нарисовал некую схемку. Здесь всё магнитные поля удерживают плазму. Вот тут эта плазма очень горячая. Её нагревают своими этими плазменными методами. С помощью СВЧ-полей. То есть вообще чисто, никаких вот этих фокусов с эмашами эмиссии, ничего этого нет. Просто тут плазма её нагревает или возбуждает полями и постоянно подпитывает эту плазму, естественно. Постоянно подпитывает её. И она не удерживается и вырывается сюда. А тут её, опять же, удерживают магнитным полем. Обратите внимание, как я чётко нарисовал. Она у меня нигде плазма, вот эта вот струя плазменная, да, не касается вот этих стенок конструктивных, да. Тут всё катушки, катушки, так вот катушки рисуют, да, катушки. О, катушки, катушки, катушки. Десять тысяч одних только катушек. Во! И она отсюда вырывается и всё. То есть чистый двигатель. Никаких тут не надо инжекций электронов. Всё вот чисто. Вот перед тем, как сесть мне сюда, встать вернее, к Мартену, я прочитал письмо моего зрителя. Он мне рассказывает про прямоточный двигатель для межзвёздных перелётов. Ну, это старая история, которую, значит, я, помнится, ещё читал, значит, такую вот статью, которая вот над ним немножко смеялась, над этим прямоточным двигателем, в журнале «Авиация и космонавтика». Это были те времена, когда главным редактором журнала был Титов Герман Степанович, космонавт номер два. Значит, идея этого аппарата такова. Я сейчас буду так вот рассказывать уже некими такими вот вставочками, почти что от себя, чтобы спасти эту идею. Значит, летит себе вот такой вот огромный раструб в межзвёздных далях. Тут, естественно, тоже катушки намотаны. А у этого раструба где-нибудь радиус 50 километров. Как вам? Нормальный 50 километров? Видно? 50 километров. 50 километров. Радиус вот этого раструба. Тут, конечно, сам космический аппаратик летит, и тут у него, значит, какой-то двигатель. И вот этот раструб летит, он в межзвёздном пространстве, а в нём ведь есть некое количество гелия и водорода. Есть гелий нейтральный, и есть гелий, значит, ионизированный. Есть водород нейтральный, и есть водород ионизированный. И вот я не совсем понимаю, как они собираются справляться. Ну, говорит, мы тут катушку понаставим, мы тут пластины конденсаторов поставим, и будем, значит, этот самый водород туда, значит, вот как-то собирать вот в эту трубу. Собирать в трубу. Вот, собирать будем его. Вот, не совсем понятно, что они будут делать с нейтральным водородом. То есть его как-то надо ионизировать, что ли, да? Ну, наверное, я от себя добавлю. А вот давайте его, смотри, чем полем ионизируем. Ну, да, расходы энергии будут на ионизацию ещё идти. Ну, может, оно окупится. Вообще, в принципе, в классическом варианте, над которым смеялись в журнале «Авиация и космонавтика», имелось в виду, что вот он летит и останавливает этот газ, собирает его, а потом использует в своём двигателе. То ли это у него термоядерный реактор, а водород... Ну, вообще говоря, водород-водородный цикл требует очень больших температур, которые достижимы только в недрах Солнца. Ну, вот летят эти протоны туда-внутрь со страшной силой. Возможно, они бьются о мишень, состоящую из лития. Возможно, тут они этот литий расшибают, образуется у них что-нибудь типа трития. И этот тритий уже в какую-нибудь реакцию вступает. Вот тут, конечно, ни в коем случае нельзя это останавливать. Надо, чтобы он напролёт работал. То есть он взаимодействовал в этой самой реакции и вылетел напролёт. Концепты, конечно, интересные, но сами понимаете, что тут вот чего. Во-первых, нужно освоить не просто термоядерный синтез, а это, как всегда, через 20 лет, а нужно освоить термоядерный синтез, который идёт в недрах звёзд. А мы его даже не освоили в водородных бомбах. В водородных бомбах у нас взрывают смесь диетерия и трития. А тут ни диетерия, ни трития. Только вот так вот расшибать будем, трития вышибать. Ну вот как-то так вот, да. То есть тут вот некий такой термоядерный реактор. Как я помню, в третьем томе детской энциклопедии, она где-то тут у меня стоит-то, не видно. В третьем томе детской энциклопедии рассуждали о возможности использования межзвёздных перелётов. Значит, вот фотонный звездолёт. И в фокусе этого звездолёта, ну, казалось бы, первое, что приходит в голову, поставить там, дальше внимательно, фраза меня совершенно убивала даже тогда, обычную термоядерную горелку. Но через 20 лет это должна была быть обычная термоядерная горелка. Это было в конце 50-х годов. Но точно через 20 лет-то будет обычная термоядерная горелка. Ну, говорит, нет, этого мало, надо, там, антивещество. Вот. Ну, правда, они не задумывали, что антивещество-то антивещество, но антивещество, реагируя с веществом, будет излучать гамма-кванты. А гамма-кванты ни от какого зеркала отражаться не будут. Ну, вот какая-то такая вот ситуация. Понятно, энергию-то вы получите. Но звездолёта фотонного не выйдет. Вот такая вот штуковина летит себе на раздутых парусах. Вот в ту сторону она летит. Вот из детской скорости её. А сюда попадает межзвёздный газ. Ну, его мало попадает там, вот даже при таком вот диаметре, там, что-нибудь там. И со скоростью, когда он лететь будет там, офигительный. Ну, там, какие-то десятитысячные доли грамма, там, что-нибудь в секунду. Ну, это какая-нибудь скорость околосветовая уже нужна. Ну, есть мнение такое, что, в принципе говоря, всё равно вам придётся его тормозить, этот поток, так или иначе. На лету с ним не произвзаимодействовать, чтобы не тормозя его. А если вы его тормозите, вы уже теряете энергию. Вам надо вот её чем-то компенсировать. Ну, и говорят, что это где-то тридцать тысяч километров в секунду. Вот такую вот бандуру стокилометровую, да? Вот Московскую область вот ей можно так вот накрыть. Представляете, да? Представляете, сколько, какая её масса. Так её там в космосе собрать. Да, пусть чай полетает. Да, это здорово. Ничего не скажешь. Я в восторге. Ну, вот, я думаю, что и вы в восторге от этих проектов. Я-то вообще от них, так сказать, тащусь, как говорится. Вот, вас я призываю помочь мне материально. Внизу у меня есть номер Сбербанкской карточки. Номер счёта Сбербанки. Вы можете дать своему банку поручение регулярно меня, значит, спонсировать. Некоторые дают, говорят. Вот, ну, значит, можете пройти по ссылочке в Donation Alerts, там меня задонатить. По другой ссылочке можете пройти и стать спонсором моего канала в Ютубе. Там тоже такая кнопочка есть. И есть ещё куча всяких способов. PayPal. Это только для иностранцев работает. Кстати, Donation Alerts для них тоже работает. Яндекс.Деньги. Теперь они называются YouMoney. Но You пишется русская буква. YouMoney. Вот. TV, кошелёк и кошелёк ВКонтакте. Это всё рашен, перекрашен. Вот такие вот дела. Так что жду от вас поддержки. А гривны даже с Украины доходят. Да. Так что вы не стесняйтесь. Доходят гривны. Всё. Я вас всех очень люблю. Особенно тех, кто мне деньги шлёт. Так что спасибо большое за внимание. Желаю вам удачи. Всех вам благ. Счастья вам и радости. В чём вам ещё сказать такого, да? Ну, пока.